Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Директор антикварного магазина Александр Слепанов собирался уходить, когда в квартиру вошла его жена Тамара, актриса местного театра. Ты еще дома? Ты что, пила? Мы праздновали, на фестиваль в Москву едем. Я прилегу, мне что-то плохо. Понятно. Саша, я... Что это? Ты бокал раскокала? Не я, девки дуры зацепили. Ты зачем его в театр брала? Я брала показать подруге, ей что-то подобное надо было. Ты его брала показать? Кто тебе пить из него разрешал? Саша, я... Что ты за человек? Я не человек. Я актриса. 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 Привет, Тома. Отсыпь сахар. Сейчас. Тома. Томочка. Что с тобой? Второго декабря 1975 года неожиданно скончалась актриса Николаевского драматического театра Тамара Слепанова. Врач скорой, которую вызвала соседка, предположил, у актрисы сильное отравление мышьяком. Где и при каких обстоятельствах яд попал в организм Тамары, предстояло выяснить следственно-оперативной группе под руководством Александра Резникова. Ничего не понимаю. Она просто сказала, что ей плохо. Я думал, она перебрала. Ваша жена выпивала? Где, с кем? Что-то в театре праздновали. Игорь, давай, иду в театр, скажи, чтобы там ничего не трогали, пока мы не приехали. Сделаем. Скажите, а дома мышьяк есть? А трава для крыс? Куда? Нет, ничего такого. А последнее время ваша жена как себя чувствовала? Ну, она не была подавлена? Если вы намекаете на самоубийство, то, смею вас заверить, у Тамары все было хорошо. На работе все ладилось. Дома все хорошо. Без ссор, без скандалов. Александр Сергеевич, вот, возле вешалки нашел. Так, а что это за осколок, гражданин Слепанов? Это Тамара осколки бокала с работы принесла. Какого бокала? Ее подруга давно искала хрустальные бокалы. Вот, видите, красота какая. А это осколки. Красоту оставьте себе, а осколочки я у вас попрошу. Хорошие осколочки. Бокалы рублей 80 стоили. На осколках есть жидкость. Могу предположить, что это красное вино. Ваша жена пила из этого бокала? Не могу утверждать. Возможно, пила. Экспертиза показала, яд в организм актрисы попал вместе с красным вином. Следы мышьяка были найдены и на осколках разбитого бокала. Но вот что оказалось странным. Когда в театр прибыл оперативник, застолье еще продолжалось. Но бутылку с красным вином он не обнаружил. Коллеги актрисы в один голос уверяли, что на посиделках все, включая погибшую, пили только белое. Уверяю вас, я лично принес олиготе и эркоцители. Да, а до этого мы пили шампанское. И все живы, слава богу. А Слепанова куда-то отлучалась? Да, мы шампанское только разлили. Томка немного отхлебнула. И потом я... Роман Михалычка себе позвал. Зачем? По вопросам репертуара. Спартийным руководством области обсуждали. Художественный руководитель театра объяснил, что присоединился к застолью позднее. Так что отмечать начали без него. А когда она уходила, где стоял ее бокал? Нигде. Она с ним так и пошла. А потом с ним вернулась? Да. Во время застолья коллеги Слепановой обсуждали, зачем ее срочно вызвал худрук. А где Тома? Скоро будет. Друзья, все решилось. Мы едем на фестиваль. Москва наша, а там и Болгария. Ура! Великолепно. Срешилось. Мы едем, едем, едем. Так, у всех? За удачу, друзья! За успех! Угу. Ну, а почему она вернулась не с вами? Не знаю, может, в туалет заскочил. А какой там у вас фестиваль? Всесоюзный. Три спектакля покажем. Вам пилово ставим. Старший сын. Ну, тогда понятно. А лучшие коллективы поедут на гастроли за границу. В Болгарию. У нас отличные шансы. Были. За рубежом выступления советских артистов и музыкантов пользовались большим успехом. Зрители ждали выступлений балета Большого театра, пианиста Святослава Рихтера, скрипача Леонида Когана, танцовщика Махмуда Эсамбаева и многих других. Считалось, что наше искусство, как и спортивные победы, поднимают престиж страны, демонстрируют преимущество социализма. Как правило, апробацию деятели искусств проходили в странах социалистического содружества. Попасть в Токио или Париж можно было после успешных гастролей в Варшаве, Софии, Будапеште. Даже не знаю, что теперь делать будем. Тамары были ведущей роли во всех спектаклях. Александр Сергеевич. Расскажите-ка мне, где Слепанова разбила бокал? Ну, собственно... Не смотрите на меня так, Роман Михайлович. Я не специально, это вы меня толкнули. Разбила ты. И Тамара с тебя бы деньги требовала. А может, еще муж ее сдерет. По словам Покатила, когда Тамара вернулась, Шуликова хотела налить ей белого вина, но худрук случайно подтолкнул ее руку. Тома, вывезь. Идиотка. Этого бокалу цены нет. Руки корявые. Это не я. Это Роман Михайлович меня толкнул. Это на счастье, Томочка, на счастье. Хоть знаешь, сколько это счастье стоит? А счастье дешевым не бывает. Давайте. Да погодите вы, я вспомнил. Томка, когда пришла, она бокал на стол поставила, и там остатки красного вина были. Совсем чуть-чуть. А где же она красного налила? Не знаю. У нас со спиртным строго. Ну, а кто-нибудь выходил, пока Тамары не было? Нет, все были здесь. Потому как актеры поглядывали на художественного руководителя, майор Резников понял, при нем правды никто не скажет. С каждым из вас поговорю отдельно. Скажите, во сколько Тамара ушла из театра? Как бокал разбился, она еще в украине немножко побыла, и поехала домой, сказала, неважно себя чувствует. Эх, я говорю, а сто лет в театре не было. Слушай, она будет зайти как-нибудь. А, товарищ следователь, постойте, я вам о Тамаре не успел рассказать. Знаете, Томка, она хорошим человеком была, мы все ее любили. Бесконфликтно. Да. Правда, когда бокал разбила, Тома пошла руки мыть, я ушел перекурить. Смотрю, Михалыч стоит в коридоре, с ней ругались что-то. Томара, ты же мне обещала. Мы же обо всем договорились. А я передумала. Думаешь, тебе это сойдет с рук? Уже сошло. Ошибаешься. Тебе придется за это ответить. И очень скоро. А ты меня не пугай. Я не из трусливых. О чем? Ну, возможно, спектакль фестиваля, что-то обсуждали. Какой-то конкретный? Ну, в одном спектакле у нас вместо Тома Ани Журова должна была играть. Ну, Михалыч так решает. Это молоденькая. Да-да-да. А потом все переменилось и встало на свои места. Ну, что ж, спасибо. Придем к вам на Вампилово. Да, пожалуйста, приходите. Да, счастливо. Пойдем, Игоряк, пойдем. Ну, хорошо. Что же вы не сказали, что Журова сыграет один спектакль? Ну, да, было дело. Поставил я на роль Журову. Ну, и что? Она талантливая молодая актриса. Молодым надо помогать. Это наша внутренняя кухня. Слепанову отравили вашим театрем. А вы молчали, что какая-то актриса лишилась роли на московском фестивале? Да Тамара здесь вообще ни при чем. Том, решение было принято секретарем обкума партии, товарищем Барабашом. Тамара согласилась уступить роль в спектакле на московском фестивале. Но потом в театре появился Станислав Николаевич Барабаш. Пришлось все переиграть. Я, кстати, тогда Тамару и вызвал. Пригласил. А почему вы злились? Я думал, что Тамара меня поддержит. А она промолчала. Значит, Журова выиграла на гибели Слепановой. Теперь она у вас тут. Первый номер. Да, они еще молодая актриса. А вот без Тамары у театра нет шансов поехать за границу. Зато у Журовой прекрасные шансы стать номером первым. Актриса Анна Журова появилась в театре год назад. И сразу же получила те же роли, которые играла Тамара Слепанова. Правда, во втором актерском составе. В театре о Журовой все отзывались хорошо. Но майор чувствовал, не договаривают. К тому же казалось странным, почему секретарь обкома лично приезжал в театр и настаивал на том, чтобы в фестивальных спектаклях играла именно Слепанова. В отделе культуры обкома партии у майора работала бывшая одноклассница. Резников решил с ней поговорить. В своей николаевской квартире от отравления мышьяком умерла ведущая актриса драматического театра Тамара Слепанова. Следы крысиного яда обнаружили на осколках бокала, из которого она пила во время застолья. Труппа праздновала предстоящую поездку на фестиваль, где Тамара должна была играть главные роли во всех спектаклях. Такое распределение могло не устраивать молодую актрису Анну Журову. Сыщики решают навести справки об Анне и взаимоотношениях в театральном коллективе. Саш! Это тебе. Кто ж зимой Сашка во мороженом угощает? Говорят, для горла полезно. Да? Так что, Слепанова отравили намеренно? Да, серьезное дело. Слушай, мне нужна вся их подноготная. Актерская среда. Клубок змеи. Все против всех, каждый сам за себя. Ну, это понятно, но без убийства. Слушай, это актриса Анна Журова. Ну, что ты про нее знаешь? Бездарность. Но у нее крепкая связь с Худруком в театре. Три месяца назад на нее анонимка пришла. И что пишут? Ну, что Журова любовница Худрука. Я ничего не понимаю. А в чем резон? Ну, Челпаков мог спокойно отодвинуть Слепанову? Не мог. У Слепанова покровитель выше. Кто? Барабаш? Они что, тоже любовники? Я не могу утверждать. Но он за Слепанова всегда горой. Только я тебе, Сашка, ничего не говорила. Оль, ты что, меня первый день знаешь? Смотри. Смотри. Здравствуйте. Я думал. Тсссс. Значит, молодежи помогаете? Не понимаю. Молодая любовница, а не молодой талант ваша Журова. Это клевета! Продолжайте, товарищи. Это дошло до обкома партии. Клевета. Ну-ка, рассказывайте, как вы устроили, что Слепанова уступил один спектакль с Журовой. Молчите? Вы понимаете, что Слепанова убили? Будете молчать? Я задержу и вас, и вашу Журову, и... Да, я действительно был в близких отношениях с Журовой. Поэтому сделал интересное предложение Слепановой. Тамара должна приболеть. А Аня сыграла бы. А Слепанова получает взамен... Пробы на мосфильме и роль? Я вас не понимаю. Зачем вам это нужно? Журова могла бы сыграть в кино. Аня, как актриса бездарности. А Тамара была талантливой. Неделю назад Челпахов пригласил Тамару Слепанову в свой кабинет на разговор. Роль будет заметная. Засветишься на весь союз. Признание. Красиво поешь, Ромка. Понимаешь, что Аньке такое не светит. Речь о тебе. Анька уйдет в Болгарию. У тебя откроются колоссальные перспективы. Какое вино. Ох, что да, то да. Французская. Пять лет вытяжки. Еле достал. Качеству спиртных напитков в Советском Союзе уделяли большое внимание. Но потребитель часто обращал внимание не на вкус, а на красивую этикетку и нестандартную форму бутылки. Импортная бутылка – прекрасный подарок. Даже пустые бутылки не выбрасывали. В них переливали отечественные напитки и ставили в серванты для красоты. Так что, договорились? Ладно. Только это вино ты отдашь мне. В довесочек. Вообще-то я его хотел забрать в Москву. Своему другу. Мне? Идет. В Москве получишь. Когда Анька отыграет спектакль. Я уже думал, что все решил. Даже Аню обрадовал. Но тут появился этот барабаш и как начал на меня орать. В тот день секретарь обкома Станислав Барабаш дождался прихода Слепановой и накинулся на художественного руководителя театра. Ты что бордел из театра устроил? Выпивку даже не удосужился спрятать. Так это для коллектива отметить хотели. Ты область подвезти хочешь? Нечего Журовой на фестивале делать. Играть запомни. Все три спектакля будет товарищ Слепанова. А иначе на порт-активе в обкоме объяснишься. Ты в столицу нашей родины едешь. Тебе это понятно? Вопросы есть? Нет. Я все понял. Так и будет. Товарищ Слепанов, а на вас ложится очень большая ответственность. А ты что стоишь? Иди к своим гениям. Значит, у вас в серванте стояло вино. Где бутылка? Его там нет. Когда я вернулся с гулянки в кабинет, вина не было. Я подумал, что секретарь обкома заприметил интересное вино. Но не буду же я беспокоить секретаря обкома по пустякам. А вы уверены, что это он забрал? Нет. У вас из бара пропадает бутылка красного вина. А вы даже не соизволили нам об этом сказать. Слепанова могла забрать вино? Не знаю. Она пришла на гулянку без бутылки. А кто еще знал о вине? Я, она и Станислав Николаевич. Слушайте, а ваша актриса Анна Журова? Аня тоже знала о вине. Она знала, что я повезу ее в Москву. Ну, ей сказал для Аркадия. Кто такой Аркадий? Мой друг на Мосфильме. У которого я просил роль для Тамары. И когда Анна узнала, что не будут играть в спектакль? Это не Анна. Поверьте мне. После рассказа художественного руководителя театра у следствия появилась первая версия. Мышьяк подсыпали в вино, которое пропало из кабинета худрука после визита секретаря обкома. Добавить яд, по мнению сыщиков, могли трое. Худрук театра, сам секретарь обкома и молоденькая актриса Анна Журова. Она, как выяснило следствие, отлучалась из гримерки как раз в момент, когда худрук уже вернулся, а Слепанова еще нет. Майор уже собирался допрашивать Журову. Как неожиданно, ему позвонил муж погибшей. Муж Тамары Слепановой занимался организацией назначенных на завтра похорон. Вот. Я давно ее нашел. Месяц назад где-то. У моей жены был любовник, наверное. Почему вы молчали? Думал, зачем говорить. Тамару-то не вернет. А теперь считаю, что если ее отравили, может, поможет поймать убийцу. Позвольте. Томчик, до среды осталось совсем мало времени, а мне кажется, годы очень ждут. Твой Стаська. Вы не пытались узнать, кто это? Пытался. Найдя записку, Александр Слепанов потребовал объяснений от жены. Тамара, кто такой твой Стаська? Ты где это взял? В спальне. В нашей спальне записка твоего любовника. Идиот. Это не любовник. Тамара сказала, Станислав сокурсник по театральному училищу живет в Киеве. Был в нее влюблен. Написал на адрес театра. Просил, чтобы она согласилась на телефонный разговор. Но я отказалась. Он еще раз просил. В воскресенье он написал. И просил, чтобы в среду я вышла на межгород. Вот и все. Врешь! Ты почему мне об этом не сказала? Да как ты смеешь. Не сказала, потому что не пошла. И вообще я забыла за эту записку. И вы поверили. Тамара рыдала. Пришлось спросить прощения. Понятно. Семейная сцена. Я записку заберу с собой. Пожалуйста. И еще. Поищите в бумагах вашей покойной жены адрес, телефон, фамилию этого Стаса. Тамара завтра хоронят в 12. Потом поищу. Ну что ж. Крепитесь. До свидания. Майор проверил. Никакой Станислав на адрес театра писем не присылал. Да и среди сокурсников Тамары мужчин с таким именем не было. Зато почерк в этой записке был очень похож на почерк Станислава Николаевича Барабаша. Секретаря обкома партии и премьерного семьянина. Барабаш фигура заметная. Дальнейшие действия Резников решил обсудить со своим начальником подполковником Волченко, который курировал ход расследования. Может ты еще секретаря обкома партии на допрос вызвать хочешь? Товарищ подполковник. Что товарищ подполковник? Здравия желаю. Где ты вообще взял обратиться у почерка? Знакомая подсобила. Ну почерк его. Мало ли сколько почерков похожих. Да я ребят попросил ну чтобы сферили неофициально. Говорят его. Если хотите можем сделать официальную экспертизу. Я тебе сделаю. Если он и виноват то у тебя должны быть стопудовые доказательства а не это писульки. так я вам рассказывал. Помню. Позвоню Станиславу Николаевичу скажу чтобы принял тебя. Спасибо. Пошел ты со своим спасибо. А разговаривать с ним будешь очень осторожно. Понял вас. Товарищ подполковник. Жди звонок. Добро. Секретарь обкома партии вызвал майора Резникова к себе в кабинет в обеденный перерыв. Майор Резников. Да. Мне Григорий Фомич говорил чтобы по поводу гибели актрисы Слепановой. Да. Большая потеря для области. Майор рассказал о договоре между покойной Слепановой и художественным руководителем театра Челпахова. А тут появляетесь вы и ломаете всю игру Челпахову. Да. Я отстаиваю интересы области. Ну это понятно. Только об этом договоре вы могли узнать либо от Челпахова либо от Слепановой. Вы меня в чем-то подозреваете? Эту записку мне передал муж покойной Слепановой. Почерк очень похож на ваш. Мы документ к делу не пришивали. И экспертизу не делали. Ты меня что, майор, прочишь в отравители? Ну со Слепановой были наедине. И извините, с бутылкой вина. Да. Это только в память о Томе и не для протокола. Она мне пожаловалась на худрука Челпахова. Эта дрянь будет играть вместо меня. Так надо было не соглашаться. Это Мосфильм. Знал негодящее меня взять. Но Журова бездарность. С ней нам Болгария точно не светит. Тома, не вели. Что тебе надо? Вот если бы ты посодействовал, мне бы и Мосфильм, и... Тома. Ладно. Стас, ты такой красавчик. Мой мужчина. Настоящий лев. Я пришел в театр неожиданно. Челпахов имел бледный вид. И вы сразу вызвали актрису Слепанову. Да, Тома пришла. Я объяснил ему, что почем он наделал штаны, выгнал его из кабинета, ну и потом остался с Тамарой на несколько минут. Стаська, ну ты настоящий тигр. Ты видел, как он дрожал. Ух, мой велик. Это нужно отметить. Вот видишь вино? Челпахов обещал мне его в Москве отдать. Так мы его сейчас выпьем. Лапочка, мне еще на работу надо. Ну я хочу, чтобы ты со мной выпьем. Не получится. Ну хоть открой. за тебя, мой мужчина. Какая гадость. Соперове в сто раз вкуснее. Сплошная горечь. Тамара почувствовала, что вино было горьким. Меня это тоже удивило, но я не придал значения. А вы считаете, что яд был в закрытой бутылке? А вы уверены, что бутылка была запечатана? Точно. Только вот правда в тот момент мне показалось, что фольга была повреждена. Ну хоть открой. А пробка была целой? Ну вот по поводу этого я не помню. Послушай меня, майор, ты меня в это дело не впутывай. Мы с Тамарой давно, она женщина, понятливая. Да и я понимал, что я для нее всего лишь этап перед тем, как зацепиться в Москве. Ну что ж, спасибо. Вы нам помогли. После беседы с секретарем обкома партии возникла новая версия. Возможно, отрава предназначалась не для актрисы, а для художественного руководителя театра. Тогда следовало искать того, кто знал о планах худрука отвезти вино в Москву и распить его вместе с приятелем с Мосфильма. Но выяснилось, что у друг театра не любитель красного вина. Получается, что вас хотели отравить. Отравить меня? Да кому это нужно? Ну это мы разберемся. Вопрос такой. Сколько в кабинете находилось вино и кто к нему имел доступ? Ну бутылка в кабинете пролежала где-то неделю до гибели Слепановой. Многие ко мне заходили. Ну и не видно, что в серванте лежит. Наверное. Да и как можно в закрытую бутылку добавить яд? Разве что шприцем? Ну да, есть умельцы. А кроме серванта где еще побывало ваше вино? Да нигде. Мне его друг привез. Я его как в сервант поставил, так там и оставил. Кто кроме Слепановой знал, что вы с Аркадием будете пить вино? Аня знала. Журова. Худрук театра шел с бутылкой в свой кабинет, когда встретил свою любовницу Анну Журову. Ты хочешь меня угостить вот этим волшебством? Это не для тебя, это для Москвы. Там потом с Аркадием усидим. Ну ты же не пьешь красное вино. Иногда при необходимости могу и выпить. Значит, усидите бутылочку, а потом по бабам поедете? Анечка, так надо. Это Томке надо, а не мне, чтобы ей роль на Мосфильме дали. Анечка, все будет, все мы свое время. Идем к кабинет. Интересно. Да какой смысл Журовой травить меня? Она же без меня кто? Никто. Но может быть и не вас. Тем более, что красное вы не очень жалуете. Во время очередного визита в театр Резников заметил, как Журова и Покатила любезничают у окна. Пойдем, поговорим. Анна! А? А мы к вам. Пошли. Здрасте. Ко мне? Угу. Ну да, вижу вас плохо в чатре цветы поливают. А? А это вам Дима у нас по цветам. Странно, правда, еще недавно такой здоровый был. Может, болезнь какая? Дима ему даже укол делал. Укол? Цветку? Когда? Не помню точно. До того, как Челпаков вином хвастался или после? После. Точно. Число 27-го это было. Я выбежала во время спектакля, смотрю, Дима цветку укол делает. Ну, неполох укол. Угу. А медпункт у вас далеко? А он там в конце коридора. И медсестра часто там бывает? Ммм, да. Только во время спектакля она за кулисами, а так там в рабочее время. Ну что ж, всего хорошего. Пойдем. Этот цветок алоэ, который привлек внимание Резникова, погиб от большого содержания в земле мышьяка. Кто-то впрыснул в него отраву. После экспертизы в земле обнаружили не только высокое содержание отравляющего вещества, но и ферменты, характерные для красного вина. Шприцы из медпункта изъяли вместе с журналом стерилизации приборов. Последняя дата стерилизации 26 ноября. Уже после того, как худрук принес бутылку вина в свой кабинет. Александр Сергеевич, я везучий. На одном из шприцев пальчики имеются. Вот, взгляните на экспертизу. Мышьяк есть? Шприц водой промыли, он чистый, но иголочку до конца промыть не удалось. Так, получается, что у нас есть орудие убийства. Да, кто-то налил шприц вина, смешал его с мышьяком и залил обратно в бутылку, ну я так думаю. Ой, Игорек. Приветствую. У нас есть орудие убийства. Что Покатило? Покатило у нас актер без образования, но, говорят, талантливый. Играет Ромео и по всем направлениям положительный. Как-то с мотивами. А, он же пожуровой сохнет. Ну, конечно. Но это еще связать надо как-то. Работаем, ребятки. Когда к Дмитрию Покатило пришли с обыском, он изменился, стал неприветливым и грубым. Так, что вы здесь ищете? И вообще, по какому праву? Вы не волнуйтесь. Ваши пальчики на шприце. Цветок, опять же, ваш погиб. От отравления мышьяком, как и гражданка Слепанова. Серьезно? И что? Шприцы для цветка брал, он болел. Какая в этом связь? В своей Николаевской квартире от отравления мышьяком умерла ведущая актриса драматического театра Тамара Слепанова. Следы крысиного яда обнаружили на осколках бокала, из которого она пила красное вино в кабинете художественного руководителя Романа Челпахова. Мужчина рассказал, импортный напиток приберег для своего друга. И до того, как он попал Тамаре в руки, бутылку никто не открывал. Сыщики выясняют, яд в вино попал при помощи шприца. Подозрение падает на актера театра Дмитрия Покатило, чьи отпечатки находят на шприце. Но сам актер признаваться в содеянном не спешит. Что вы здесь ищете? И вообще по какому праву? Вы не волнуйтесь. Ваши пальчики на шприце. Цветок, опять же, ваш погиб. От отравления мышьяком, как и гражданка Слепанова. Серьезно? И что? Шприцы для шутка брал, он болел. Какая в этом связь? Вот эту связь мы ищем, гражданин Покатило. А, вы думаете, я идиот и яд здесь держу? В этот момент криминалист обратил внимание на перчатки. Они были недавно выстираны. Но в шве на большом пальце виднелось бордовое пятно. Конечно, вы не идиот. Не перчаточки простернули. Мышьяка мы на них не найдем. Но вот, вино ваше. Мои. На этих перчатках, найденных в гримёрке актёра Дмитрия Покатило, обнаружили следы вина. Того же, что и на осколках бокала. Анна Журова, узнав о перчатках, призналась. У неё были мимолетные интимные встречи с Дмитрием. Но девушка чётко дала понять, свои отношения с художественным руководителем театра она прерывать не собирается. На данный момент карьера для неё важнее. И главное, когда стал вопрос о гастролях, Покатило наотрез отказался ехать в Москву. Сказал, что у него проблемы с желудком и требуется лечение, прерывать которое он не может. Ненавижу. Да, ненавижу я эту старую сволочь. Угу. Вы так называете гражданина Шелпахова? Да, его. Вы понимаете, если бы не он, то Анька бы за меня замуж вышла. А так только насмешки строила. Мол, ты для меня цветочки, а ровно для них золотое кольцо. Как возник умысел на убийство гражданина Шелпахова? Да не хотел я его убивать. Думал, по голове ему ударил. Дурачком пусть на всю жизнь останется. А потом услышал их разговор с Саникой в коридоре. Ты хочешь меня угостить вот этим волшебством? Это не для тебя, это для Москвы. Там потом с Аркадием усидим. Ну, ты же не пьешь красное вино. Иногда при необходимости могу и выпить. Значит, усидите бутылочку, а потом по бабам поедете. Анечка, так надо. Это Томке надо, а не мне, чтобы ей роль в Москве медали. Все будет, все мы свое время. Идем к кабинет. Ну, решил, что вино отравлю, он напьется его со своим товарищем в Москве, и а там уже никто и никогда не узнает, кто ее отравил. А шприц вы взяли в кабинете у медсестры Васильевой? Да, взял, решил, что есть что на нее подумать. Там же взял и пузырек съеду. Через пробку Покатилов колол яд в вино. Остатки вылил в горшок с цветком алоэ. Доктор Мара, она же женщина была, ну, сколько ей того яду нужно? Она выпила и... Откуда вы узнали, что выпила именно она? Да не знал же, я говорю вам. Ну, вышел в коридор перекурить, смотрю, у Михайловича дверь в кабинете открыта, а там бутылка эта. У меня содержимое в унитаз, а... бутылку по дороге выбросил. Вы понимаете, что вы могли спасти Тамару? Да я же говорю вам, что я пытался. Я ее искал везде, но она к этому времени уже домой ушла. Ну, ничего, теперь ваша молодая, красивая женщина будет играть все ее роли, а вы... Я не хотел. Увидите. Ну что, Игорек, усвоил мораль? Не хватай лишку. Ну, можно и так сказать. Молодец. Дмитрия Покатило судили сразу по двум статьям за покушение на убийство и убийство по неосторожности. По совокупности совершенных преступлений молодого актера приговорили к семи годам лишения свободы. Роман Челпахов и Анна Журова уехали в Москву, где актриса благодаря своей внешности быстро закрутила роман с одним режиссером с Мосфильма. Она часто снималась в кино, правда, главных ролей ей не давали. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну что, крести? О, этот раз ты уже никуда не денешься и не отыграешься. Ну, это мы еще посмотрим. Валет. Бито? Бито. Вот так вот. Слушай, что-то долго он там, как для своего возраста. Да пусть попарится, мужик. Чего тебе? Ну, не знаю, не знаю. Пойду-ка я, наверное, проверю. Думаешь, удобно? Удобно, неудобно, а кушать-то хочется. Это да. Василий. Василий Петрович, у вас все в порядке? Василий Петрович? Василий Петрович! Что? Что там с ним? Беда у нас. В милицию звони. Декабрь 1977 года. В 8.20 вечера в пансионате текстильщик Донецкого хлопчатобумажного комбината произошла трагедия. Умер сотрудник республиканского совета профсоюзов Василий Петрович Дрыгало. Он приехал в Донецк в командировку на сутки. Его тело обнаружили в банном комплексе. Скорее всего, произошел несчастный случай. Как выяснилось, Дрыгало был сердечником, но почему-то решил попариться в сауне. Вот, дорогой, и рассказал тебе все, что знаю. Сам не понимаю, как он так. Обидно. Хороший человек был. Очень жаль, дорогой. Очень жаль. Слушай, какой я тебе дорогой? Ой, прости. Банщик устроил оперативнику небольшую экскурсию по банному комплексу. Смотри, бассейн, импорт, душ новый, финский. Все импорт? Финская? Хорошо, там что? Комната отдыха. Показать? Да. Пойдем. Вот. Мебель, диван. Люди отдыхают, сидят. Угу. Здесь что? Парилка. Там покойного нашли в парилке. Я нашел. Да. Товарищ Кусок, что народу скажете? Ну что, убийство. Ясно. Продолжайте работу. Владимир Федорович, сосульки осторожно, упасть может. Спички есть? Я не курю. Я сейчас принесу. Да не надо, стой уже. Да не переживайте вы так. Все будет хорошо. Разберутся. Милиция. Я вам говорю, в мире столько прекрасных вещей. Например, девочки, для меня нет тебя прекрасней. спасибо, Тимур. Светочка, ты же знаешь, я мастер на все руки. Нашли время. Ой, шапку забыли. Товарищ директор, что тут милиция делает? Иди к себе. Что-то Стасе случилось? Иди к себе! Можно вас? Новости плохие. Не ошибся. Точно убийство? Дырка, про которую мне врачи скоро говорили. Ну? Гляньте, на каменке нет штырей или каких-либо выступов, которые могли бы стать причиной для появления такой раны на теле погибшего. Да вы что? Какое убийство? Сердечник он был. Вон, даже травку вылезти. Так, соберите всех, кто был в бане. Я в прокуратуру позвоню. Хорошо. Горло погибшего было пробито острым предметом. Удар был нанесен в ямку между ключицами. Были повреждены дыхательные пути. Это и вызвало удушье. Чем именно был нанесен роковой удар, сразу определить не удалось. Шея и голова убитого сильно пострадали. Обуглились на горячих камнях. На место срочно прибыла следователь областной прокуратуры Надежда Хатиненко. Она сразу заметила ярко-синее пятно на стене парной. Носов, что у нас тут? Не сказал бы, что отвар сердечный. Обычный травяной чай, ромашка с мятой. Ого, как бы быстро. Слушай, Носов, давай без комментариев. Что это за синее пятно лучше скажи? Пятно? Как пятно? Ну, я вижу. Похоже на синтетику. Ну, а конкретнее? Скажу после экспертизы. А что еще у тебя? Волос рыжий, длинный. Нашел на простыне убитого. То есть, в посиделках у нас участвовали женщины, да? Кроме вас, я никого не видел. А ты лучше работай, вот и увидишь. О, Надежда Дольфовна. О, привет, Андрюш. Здравствуйте. Там эти заводские шишки сидят. Будете разговаривать? Ну, конечно, буду. Сейчас приду. Слушай, а у нас тут милиция. Да, труп. Да не говорят. Сказали только никуда не выходить. Добрый вечер, Наталья. Здрасте. Степан. Это Вапнюк прошел. Степан, Вапнюк. Ой, ну ты и темная. Барт такой, ну по типу Высоцкого. Да ходит тут к одной. Здравствуйте, товарищи. Следователь Хатиненко. Представьтесь. Коноваленко, директор завода. Пасечников, заведующий пансионат. Садитесь. Так, а убитый у нас кем был? Из Киева, профсоюзный деятель. Угу. Ссоры, конфликты были с ним? Да нет. Ну, допустим. Рассказывайте, как все было. Ну, товарищ Дригола сегодня ночью должен был уезжать. Вот Борис Львович и организовал ужин, сауну. Угу. А Вы где были? Да здесь мы были, в карты играли. Но товарища Дригола уже с нами не было. С какого момента? Да. Часов с семи. Да. Угу. А Вы банщик, да? Да. Вы где были? Да здесь. Смотрел, как начальство в карты играет. Что, все время? Да. Только вышел за товарищем Артемовым дверь защелкнуть. А товарищ Артемов это у нас кто? Кто не знает товарища Артемова? Товарищ Артемов это наш председатель правкома. Угу. Когда и куда ушел товарищ Артемов? Крести козырь. Отлично. На. Держи. Ну Вы прям валите. Сговорились что ли? Да. Ну, за успешную проверку. В начале девятого Артемов глянул на часы и засуетился. Накинул куртку и быстро выбежал во двор через запасной выход. Дверь закрой, а то продует. Зачем через черный вход пошел? Мог бы через парадный. Да ладно, уже через такой вход. И про ужин не забудь. Пусть уже несут. Хорошо. Кстати, да. Пора бы уже. Послушайте, Артемов ушел в 8 часов. Сейчас 10. То есть 2 часа его нет? Нет. Ну, получается, да. Труп нашли через 20 минут после ухода Артемова. Вот вы сказали о том, что перед уходом Артемов одел куртку. Какая она была? Да, вот такая. Цвет какой? А, цвет синий. Синтетическая? Наверное. Угу. Садитесь. Что это за синее пятно лучше скажи? Следователь вспомнила пятно от расплавленной синей синтетики на стене парной. Оно вполне могло быть следом от куртки пропавшего профорга Артемова. Скажу после экспертизы. Есть у кого-то предположение, где сейчас может быть Артемов? Ну, думаю. Носов, я вообще-то допрос иду. Продолжайте. Может быть в корпусе, в номере. Он накатил немного, может и заснул. Да что это за шум это такое? Так, следи, чтобы не сговаривались. Куда? Пустите! Куда? Сюда нельзя! Пустите, где он? Да отойди ты! Да вы кто? А ты кто? Я следователь прокуратуры Хатиненко. Простите. Что случилось? Все в порядке? Да вот, гражданочка рвется. Я коллега убитого. Мы приехали в Донецк с проверкой. С проверкой? Да. А вы разве не знали? Появление коллеги убитого в корне меняло дело. Оказалось, что на предприятии за полгода случилось три несчастных случая. Покалечились рабочие. Совет профсоюзов отправил проверяющих. Те выявили множество вопиющих нарушений. Проверка закончилась грандиозным разносом. Вот они. Деньги на оздоровление. И куда они пошли? Так у нас же спортивная команда заводская. Вот и построили банный комплекс на территории нашего пансионата. Банный комплекс? Да. Бордель. Да, построили себе для утех. И целевое использование средств. Вы ошибаетесь. У нас эта работа на высоте. Ты мне лапшу не вешай. Лиза, скажи. Рабочие также жалуются. Отказ в профсоюзных путевках. Вот. Где путевки? Аферист. Больше всех досталось председателю заводского правкома Артемову. Тем более, что он пытался неудачно оправдаться. Скажите, а здесь и правда было все так ужасно? Мы много где были, но тут прям нелюди. Присядьте, пожалуйста. Андрюша. Слушай, я вот о чем думаю. Нашего ревизора убили. Только вот не могу понять, это сговор или это личная инициатива вот этого, который пропал? Как его? Артемов. Артемов, да. Ты знаешь, что ты сейчас дуй в корпус, разузнай там все, было, не было, есть, нет. Давай. Хорошо. Гражданечка, можно вас на минуту? Пройдемся, поговорим. Рыжий этот волос, это ваш? Что? Ну, рыжий волос в парной нашли. Это же вы парились с Дрюгова? Я? В парилке? Угу. Да как вам это в голову могло прийти? Да и Василий Петрович порядочный семьянин. Ему сказали, что тут ужин. Хороший ужин. Кстати, а почему вы на ужине не были? Я в городе была у подруги институтской. Уехала 35 минут назад. Адрес диктуйте подруге. Проверим. Пишите. В бане пансионата «Текстильщик» под Донецком обнаружен мертвым сотрудник Республиканского Совета профсоюзов Василий Дрыгало. Он отдыхал вместе с руководством местного хлопчатобумажного завода. При осмотре тела эксперт установил, мужчину убили. Орудие убийства обнаружить не удалось. На месте преступления находят рыжий женский волос. По рассказу коллеги погибшего, она и Дрыгало прибыли в Донецк с контрольной проверкой хлопчатобумажного завода. И выявили множество нарушений. Под подозрение попадает председатель правкома предприятия Матвей Артемов. Он исчез с места преступления. Идем спать. Смотри, милиция приехала, говорят, труп нашли. Ты знаешь, что случилось? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу прощения. Капитан Голуб, вы здесь живете? Да. Нет, мы на сборах. Сегодня вечером ничего подозрительного не видели? Нет. Артема вы знаете? Да, здесь живет. А он в 300... Второй. Спасибо. А я в 210-й. Ты на тренировке. стакан сахара, сметаны стакан, а яблоки какие лучше брать? Мужчина, куда вы идете? Я перезвоню. Я вас спрашиваю, куда вы идете? Капитан Голуб, где номер Артемова? Пройдемте, я покажу. Пройдем. Вот, проходите, пожалуйста. Почему дверь открыта? Не знаю. Я пришла час назад, она была открыта. В комнате, беспорядок, попросила горничную, чтобы убрала. Где Артемов? Думаю, уехал. Как поняли, что уехал? Сами посмотрите. Машины на стоянке нет, уехал, значит. Ясно. Будет обыск, закрывайте номер. Осмотр номера результатов не дал. Не нашлось ни орудия убийства, ни следов крови. Тем не менее, поспешный отъезд председателя правкома Артемова был слишком подозрительным. Сыщики позвонили ему домой. Его жена сообщила, что там он еще не появлялся. Артемов стал главным подозреваемым. Ведь именно ему ревизор обещал серьезные проблемы по итогам проверки. Следствие не сбрасывало со счетов и версию убийства по общему сговору. Поэтому на показания заводского начальника особо не полагались. Искали других свидетелей этого странного ужина. Ну что, товарищи, ничего не вспомнили? Сознаться ни в чем не хотите? Да нам не в чем сознаваться. Мы вам все уже рассказали. Надежда Адольфовна, тут однозначно была женщина. Вот, смотрите. На рюмке свежий след губной помады. И еще. За креслом криминалист обнаружил небольшую женскую сумочку. Личность ее хозяйки удалось установить по заводскому пропуску. Войска Светлана Юрьевна. Это, между прочим, наша гордость. Капитан волейбольной заводской команды. Ну да. Девочки часто у нас в сауне парятся, когда на сборах. А что? Рекомендовано спортивным врачом. Хорошо. Дайте-ка мне журнал посещения сауны. Да вы там все равно ничего не найдете. Довольская была здесь, но отдельно от команды. Почему соврали? Что вообще здесь происходит? Товарищ следователь, вы же не вчера родились. Понимаете, что здесь происходит? Сауну эту мы не для себя строили, а по указанию начальства с области. Вот они тут в основном и парятся. Сауны, или как их называли финские бани, появились в СССР лишь в 60-х. У многих народов с глубокой древности использовались бани для укрепления здоровья и борьбы с недугами. В Эстонии сауны почитались святым местом. У благодатный жар приносили больных на поправку. Сауны и сейчас служат очагами здоровья. А пользоваться сауной, как говорят финны, может каждый, кто способен до нее дойти. По одной из версий моду задал Хрущев. Как-то финский президент Урха Кекканен устроил Никите Сергеевичу жаркий прием в сауне. Парились с вечера и до пяти утра. Вскоре среди партэлиты стало престижно проводить время в сауне. А вот народ поначалу отнесся к финской парилке настороженно. Случались курьезы. Люди, привыкшие к традиционно русской бане, по старинке заходили в парную, не сняв кольца и цепочки и получали ожоги. Прошло не менее десяти лет, прежде чем народ окончательно привык к саунам. В 70-е их начали строить при пансионатах и спортивных базах. На каждый микрорайон большого города приходилась как минимум одна общественная парная. Волейболистку Светлану Вольскую нашли быстро. На время сборов вся команда съезжалась в пансионат. Тут и жили спортсменки по две недели. В чем дело? Что в сауне делали? Когда? Пару часов назад. Я не была, из номера не выходила. Врете? В сауне нашли сумку, а в ней пропуск. Ну, была, только это не то, что вы думаете. А что мы думаем? Что вы там делали? В начале седьмого меня позвали к телефону дежурного на этаже. Звонил председатель правкома Артемов. Спросил, кто есть в комнате. Пригласил на важный разговор. В сауну. Мы тогда не придали значения. Думали что-то про сборы или про поездку на турнир. И что Артемов? Правком встретил девушек у сауны и долго не решался сказать то, ради чего их позвал. Слушайте, а тут такое дело. Говори, Игнатыч. Нужно, чтобы вы скрасили мужскую компанию. Какую компанию? Там все серьезные люди, начальство. Мы на сбор приехали. Там ничего такого. Ну просто посидеть, посмеяться, как вы умеете. Так все, пошли. Девчонки, ну вас очень прошу, ну помогите мне. А хотите, я вас поставлю в начало очереди на получение квартиры? В доме, который сдается? Да. Не обманешь? Нет. Ну так это меняет дело. Тась. А что Тась? А мне надоело учиться в общежитии. Куда идти, Игнатыч? Девчонки, следуйте за мной. А вы что? Ладно, мы тоже. Да? Ну, в общем, мы зашли. Артемов начал суетиться, забрал у меня сумку, снял верхнюю одежду, галантный такой. И что было дальше? Я так понимаю, вы проверяющие войски вы видели, да? Видели. Ну, ну что? Ну, недолго. Девочки, проходите. Проходите, проходите, не стесняйтесь. А, сумку давай. Угу. О, добрый вечер. Добрый вечер, гости дорогие. Вот, Василий Петрович, пожалуйста. А это что за... А это наши девочки, волейболистки. Скрасят вечер, так сказать. Да, ну, марш отсюда. Цапли долго обязываю. А я не цапля. А я вижу. Как зовут тебя? Тася меня зовут. Тася меня зовут. рассказывала. Я думаю. Вольская рассказала, что Тася вернулась из сауны с растрепанными волосами, в руках держала заколку. Она была явно расстроена. Ты в порядке? Нормально. А с квартирами что? Будут? С квартирами? Да, будут. Каждый по трехкомнатной. Тася, он тебя что, он тебя трогал? Да пошли вы. Я думаю, он ее силой взял. Ну, этого мы знать не можем, экспертиза покажет. Вы сказали, что у Тася была заколка. Да, деревянная такая. Что за заколка? Ну, японская как будто, ее бывший ухажер подарил. А, как она выглядела? Острая такая, длинная. В каком Тася номере? Третий этаж, 305-й. Спасибо. Можете под свободно. Тася Маврищева. Ее считали самой красивой в команде. Заминных ухажеров хватало, вот только замуж никто не звал. Маврищева была в номере. Деревянную заколку, которая вполне могла стать орудием убийства, сыщики изъяли. При первичном осмотре следов крови на ней не обнаружили. Для тщательного анализа заколку отправили на экспертизу. Саму же Тасяу повели на место преступления, чтобы воссоздать последние минуты жизни проверяющего. И так, в начале восьмого девочек отправили назад. Ты осталась. Что было дальше? Ничего. Послушайте, Тася, у вас очень плохое положение. Вы пробыли здесь больше часа. И в это время дрыгало убили. Я его не убивала. Ну, хорошо. Только вот давай-ка в подробностях и с деталями рассказывай, что было. Хорошо, я все расскажу. Ну, мы сидели, просто разговаривали, выпили. Тася, бояться мне не надо. Я человек порядочный. Точно? Точно. Посидим, поговорим. Пусть думают, что хотят. Ты волейболистка? Ага. А еще я пою. У нас кружок есть. Слушай, я обращаю барберскую музыку. Дрыгало оказался интересным собеседником. Он хорошо разбирался в спорте и музыке. Я Греция. Вон там простыня. Угу. Догоняй. Хорошо. Слушай, сказки не рассказывай. Разговаривали они. Подружки твои сказали, что когда ты вышла отсюда, на тебе лица не было. Просто наговаривают. Они мне завидуют. Хорошо. Сколько ты была в парилке? Не знаю. Где-то около часа. Городские шишки заходили? Нет. Попрятались. Дальше. Что дальше? Ну, я окунулась в бассейн и вышла. Ну, а проверяющий? Он пошел в сауну греться. Со мной в бассейн не пошел. Ну, и? Ну, я окунулась, приняла душ, оделась, и все, и вышла, и больше я никого не видела. Во сколько это было? Где-то около восьми. И все-таки подружки сказали, что ты была очень расстроена. Ну, а как еще? Маврищева встретила председателя правкома. Тот сделал вид, что забыл о договоренностях. Так что? Что? Я по поводу квартир. Восемь часов уже. Совсем из головы вылетела. Бежать нужно. Так, ты давай под дурака не играй. Сюда вопнюк ей. Это тебе надо. И что? Мы уже не вместе. Как скажешь. Так что с квартирами? Времени нет. Какая же ты сволочь. Хамка. Тася стояла на своем. Ушла из сауны в восемь вечера. Когда уходила, дрыгала, был жив. Что случилось дальше, понятия не имеет. Напомню, труп проверяющего обнаружили спустя двадцать минут. Ситуацию могли прояснить два момента. Поимка профорга Артемова и экспертиза заколки волейболистки. Следователь полагала, что она могла послужить орудием убийства. Надежда Атольфовна, говорю вам, девчонка эта. Андрюша, ну судмед стопроцентно уверен, что секса не было. Ну не успел он. А она его пернула. Ой, спасибо вам большое, товарищ Вапнюк. А я вообще-то все ваши песни знаю. Мне брат кассету записал. И вы лучше Высоцкого. Ой, да не скромничайте вы, правда. Да. Спасибо. Алло. Мне сейчас Вапнюк свой автограф оставил. И знаешь, что написал? С любовью. Что? А, ну говори, сколько ты там это дело варишь? Сколько? Четыре часа. Это где ж я столько времени возьму с такой работой? И я перезвоню. Ой, а вас искали. А я нашелся. Буду у себя. И чайку сделайте. Следов крови на заколке нет. Она не является орудием убийства. Возьми трубку. Да. Голубь слушает. Да. Ага. Да, благодарю. Что там? Артемов нашелся. Да ладно. Живой? Ну. Здравствуйте. Подскажите нам, в каком номере живет Артемов? Ну я же уже показывала вашему коллеге. Я знаю, я покажу. Веди. Просыпаемся. Что это? Давай, вставай. Да, ну что вы делаете? Садись. Что такое? Сядь. Так, где здесь свет? Что такое? Кто вы такие? Что такое? Кто вы такие? Следователь прокуратуры Хатиненко. Вы? Здрасте. Здравствуйте. Про смерть дрыгал. Надеюсь, слышали? Да. Очень жаль. Теряем лучших. Не придуривайся, он тебя посадить хотел. Дисциплинированный был дядька. Принципиальный. Не убивал, значит? Боже упаси. В смысле, нет. Пьяный. Так, мы знаем о том, что в день смерти в 8 часов вечера ты куда-то торопился и уехал. Куда? А, так я уехал это, за бопняком. И вот по дороге навстречу мне машина. И фары, дальний свет включила. Так я управление потерял и меня в кювет закрутило, снесло, в общем. И меня ребята спасли. А так бы вообще умер там, замерз. Мужик. О, мужик. Мужик. О, живой. Живой? Живой. Дверь открой. Давай, давай, помогу. Голову береги. Она может тебе еще пригодиться. Давай, давай, давай. Остановись сюда. Остановись. Женя, давай за лекарство. Ага, понял. Руки, ноги целы? Да. Ах, шо, как тебя звать-то? Матвей. Матвей. Можешь тебя до больницы подвезти? Нет, в больницу не надо. Пансионат, текстильщик, знаете? Знаю, знаю. Держи. Это что? Лекарство. Пить, что ли? Да, да, да. Давай, давай. Молодец. Молодец. Так я только приехал. Я здесь ни при чем. Не факт. Вы уехали в начале девятого. Труп нашли через минут 15-20. Могли еще до аварии. Так зачем? Ты что, совсем бухой? Я же тебе говорю. Есть показания, как проверяющий обнаружил нецелевое использование денег. Ну и что, бы я стал его убивать вот это вот у всех на глазах или что? Ну у нас и такое бывает. А что, вот есть дом. По документам пятиэтажка. А на самом деле только фундамент. И ничего вы путали. Слушай, замолчи, противно. Ты перед уходом к Дрыгала в сауну заходил? Нет, ну зачем? Мы в сауне нашли остатки синтетики. Там кто-то был в верхней одежде. Это не я. Где твоя куртка? Куртка моя. Ой, куртка вот моя. Чего это? Куртка моя. Сейчас куртка будет. Вот моя куртка. Ой, что ты держишь? Давайте. Давайте. Ну что, ну что, кто так, что? Тихо. Это куртка про форга Артемова. Тщательный осмотр ничего не дал. На ней не было прожженных дыр. Сам по себе этот факт не выводил Артемова из-под подозрения. Но предъявить обвинение ему не могли. У следствия пока не было ни малейшего представления, что могло стать орудием убийства. Неужели его все-таки убили? Но чем? А вот, возможно, вы видели каких-то подозрительных людей, предметы? Да нет. И потом все, что я видел, все, что знаю, я вам уже рассказал. Да ладно. И про проверяющего, и про девочек, да? Ну девочек никто не заказывал. Ой, да рассказывайте. Да я вам клянусь. Ну и вообще я не в курсе. Артемов всем занимался. Ну позвонили волейболисткам, пришел кто мог. Ладно, пусть это будет на совести Артемова. Ну посудите сами. Тася эта встречалась с Бардом, Бапнюком. А этот Бард, он должен был приехать к нам сегодня выступать. Понимаете, какой мог бы быть скандал? Вапнюк. Бард Вапнюк. Что-то я в последнее время часто слышу о нем. Только вот увидеть никак его не могу. Кстати, вы не знаете, где он сейчас? Я без малейшего понятия. Его поехал встречать Артемов, но попал в аварию. Поэтому он, наверное, и не добрался. Добрался. И даже успел поставить автограф. В два часа ночи, когда объявился профорг, оперативник видел эту афишу уже с автографом. Это значит, что в этом промежутке дежурная встретила Барда и попросила поставить автограф. Это афиша Барда Степана Вапнюка. Дежурная подтвердила, что он был на территории пансионата в вечер убийства. А вот куда он пропал, никто не знал. По адресу прописки в заводском общежитии Вапнюка не нашли. В бане пансионата «Текстильщик» под Донецком обнаружен мертвым сотрудник Республиканского совета профсоюзов Василий Дрыгало. Он отдыхал вместе с руководством местного хлопчатобумажного завода. При осмотре тела эксперт установил – мужчину убили. Чтобы ублажить проверяющего профорг завода Артемов, пригласил в парную заводскую красавицу, волейболистку Тасю Маврищеву. Под подозрение попадает ее бывший парень, исполнитель собственных песен Степан Вапнюк. Он был в пансионате в вечер убийства, но предпочел остаться незамеченным. С рассветом криминалист продолжил осматривать территорию. Дневной свет помог заметить то, что упустили накануне ночью. Здравствуйте. Иван, здравствуйте. Ну что, вы тут работаете? Что у вас? Это запасной вход в сауну. Ну я помню, дверь с защелкой. Совершенно верно. Так вот, тут есть отпечатки женской обуви. Угу, видимо, Тася, когда выходила, она оставила. И протекторы мужских ботинок. Модные, импортные. Так, а вы установили, чьи они? Покажи. У борода очень-очень похожие ботиночки. Угу. Ну и где он? Барт? Ищем. Везде ищем. Плохо ищете. И работаете плохо. Той же ночью сработала засада у заводского дома культуры. Оперативник заметил, что в кабинете кто-то есть, после чего вызвал следователя. Да. В кабинете кто-то есть. Ждем. Угу. Гражданин Апнёк, остановитесь, милиция. Держи! Стоять! Руки за спину! Я не понимаю, что вам от меня нужно? Пакуй его. Встать. Поднимай. Встать! Что вы делаете? Осмотри карманы. Не понимаю, слушайте. Деньги. Опа. Где деньги украл в Апнюк? Это мои деньги, я их в кабинете прятал. Отличное место. А где ещё мне хранить? На рукаве модной синтетической куртки Барда сыщик увидел проплавленную дырку. Это косвенно доказывало, что музыкант был в парилке. Значит так, вы задержаны по подозрению убийства гражданина Дрыгала. В мой кабинет. Послушайте. Это образец оплавленной синтетики ярко-синего цвета. Его нашли на месте убийства. Он совпал с материалом куртки Барда. Свежий ожог нашли и на коже Барда. Следы на снегу возле двери сауны были оставлены подошвой его ботинок. Непонятно, пока было главное, чем Вапнюк убил проверяющего. Ну что, музыкант, твой выход. С чего начать? С мотива. Ты приревновал? Ну да. Мы встречались с Тасей. Она... Ну в общем, пару дней назад она сказала, что уходит от меня. А че так? Ты ж вроде популярный музыкант. Чего ей не хватало? Она девочка хорошая, только цены себе сложить не может. Сказала, будет квартира, поговорим. О как. Ну продолжай. Ну что, думаю, пару дней трогать ее не стану. Остынет. Идут звонок от правкома. Приезжаю, говорят, в пансионат. Ну думаю, хорошо. Поиграю для начальства. И как раз попрошу с квартирой помочь. А с Артемовым вы договорились встретиться на остановке, да? Ну да. А он не едет и не едет. Я уже замерз, пешим дал. Захожу в этот пансионат, замерзший, голодный, злой. На территории пансионата Вапнюк встретил свою давнюю поклонницу, волейболистку Светлану Вольскую. Разговорились. Слушай, я слышала твою новую песню. Слушай, я очень замерз. Ты не знаешь, где Тася? Там такое дело. Что? На сауне. Да быть такого не может. Там наши городские какого-то начальника выгуливают. Ну, а ты не понимаешь? Она там. Как? Ну, вот так. Ладно, давай, пока. Да подожди! Ну, есть другие девушки! Дурак. Я пошел к сауне, там закрыто. Я к запасному входу, там еще дверь такая... А за щелкой? Да. Ну, открывай дверь. Сразу слышу ее голос. Ха-ха-ха! 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 Ты даешь? Ха-ха-ха! 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 Войдя в сауну, Вапнюк сразу понял, что его Тася флиртовала с каким-то мужчиной. Оба были раздеты в одних простынях. А ты мне нравишься. Нормальный мужик. С тобой интересно. Ну, я пошла. А как, красавица? Спасибо за вечер. А как, красавицы? У меня планка сразу упала, я уже себя дальше не контролировал. С мотивом понятно. Орудие. Орудие убийства. Холодное. Конкретнее. Сосулька. Не шути, а. Да я и не шучу. А чем еще? Я с собой ножи в финке не ношу. Кто вы такой? Что вам здесь нужно? Сволочь! Спустя несколько минут сосулька растаяла. Орудие убийства просто исчезло. А с Тасяю вы после этого виделись? Нет. Она и не знает, что я его... Надо же, а мы думали, это она тебя предупредила. Выходит, ты не зря поехал в общежитие, а потом за деньгами в клуб. В бега собрался? Молчишь? Тасяю выгораживаешь. Тасяю выгораживаешь. Благородно. Она же так учит высокого полета. Дам ей взлететь. Ну, а меня давайте на посадку. Степана Вапнюка осудили на 12 лет. Хотя его адвокат настаивал, что убийство было совершено в состоянии сильного душевного волнения. Волейболистка Тася Маврищева навестила Степана только один раз. Затем увлеклась сыном дипломата и пропала из города. Проверка, с которой на завод приехал Василий Дрыгало, так ничем и не закончилась. Волейболистки из заводской команды получили квартиры лишь спустя 4 года.